Американская мечта попасть в кабинет главного редактора журнала ВОГ. У них об этом даже кино снимают про девалицу Главредину в исполнении Мэрил Стрип. Российская действительность. Чтобы попасть в кабинет главного редактора нашего ВОГ, нужно осознать всю нереальность парковки на Петровке, пройти сквозь эту неприглядную арку и продефилировать мимо помойки. Наша дьявольская безупречность поселилась там, на 11 этаже, в Поднебесье. Вообще то, что вы видите, совершенно уникально, потому что я переодеваю бесконечный кабинет. И буквально через пару-трой недель вы его не узнаете. Здесь инсталляция антистресса, она очень хорошая. Например, как это выглядит? Закончили, закрыли номер, подсчитали бюджет, пересчитали. Очень обеспокоились, взяли мурашку, сняли стресс, расслабились, посмотрели на календарь, посмотрели вперед, на всякие новые совершения и пошли дальше. Это люстра, придуманная изумительным дизайнером Инго Мауэром. И там Инго Мауэр задумывал всякие там вот эти бумажечки, которые, они же прикладываются к этой люстре, все про любовь, а мы потом постепенно, тут же очень много скрепочек, туда-туда поднаклевываем свои. Кто-то кому-то в любви признался, не подписавшись, туда вешают. Лампа любви и счастья у нас. Признание в любви, а были вот за 11 лет служебные романы? Служебные романы, служебные романы. Не у меня, но были. Не скажу у кого. Мы же корпоративные ребята. Но вы нормально к этому относитесь, как руководитель? Да, хорошо. Потому что они все равно ничем не кончаются, понимаете? Что-то так, просто поговорить, кто с кем, зачем, потом все растворяется. А за что вы можете уволить человека? За что увольняли в практике? Много увольняли, да господи боже мой. Много увольняли? Ну, прикиньте, за 11 лет. За лень, за бездарность, за профессиональную некомпетентность. Да вот, пожалуй, все. За отсутствие вкуса? Да нет, он здесь не оказался. Ну, а вдруг как-то удачно прикинулся, а потом раз, и пояснился. Не прикинешься здесь. Потому что стиль, он дорабатывается. А вкус – это такая вещь, которую очень трудно привить. Это врожденное? Часто да. А уже все показатели, модно, не модно, куда ласкогучи или топ-шоп. Это уже, понимаете, это уже наши такие смешные детали, которые не столь важны. Главное ведь ощущение человека. А какие отличия организации вот той американской редакции и вашей? У нас демократичнее, у вас, точнее. Конечно, намного. Намного. В американском ВОГе железобетонная дисциплина. Там некоторые сотрудники боятся на обед сходить, чтобы, не дай бог, стул не заняли или там еще что-то не произошло. Там, в общем, высокая степень конкурентности. Это серьезное отличие, когда вы понимаете, что вам в спину дышит Зинаида Петровна одна, на весь город, 13-миллионный город Москву. Так вы, в общем, спокойно разберетесь с Зинаида Петровна и не будете особенно расстраиваться. А когда вы знаете, что за вами стоит армия таких же прекрасных, молодых, красивых, бодрых, преданных девушек, вас это будет, конечно, подстегивать намного более жестко, согласитесь. А вот по поводу фильма «Зьявол носит Прады». Он вам нравится? Ну, хорошее, честное, производственное кино. У нас был очень интересный случай. У меня была выпускающая журнала, очень талантливый был редактор и занималась макетами довольно хорошо. И пришла она совсем не с глянца. И глянца относилась со скепсисом высокоинтеллектуального человека, ну вот девочки-бирюльки. Где-то через года полтора ее работы у нас был какой-то новогодний вечер, где, естественно, все расковались. Она подошла ко мне, я молниеносно увидела, что у нее какая-то роскошная совершенно тушь на ресницах. То есть то, что, ну, допустить было невозможно, она меня как-то так приобняла и сказала, вы добились своего, я полюбила всю эту невероятно очаровательную ерунду. Продолжение следует...